Приветствую вас. Я, если честно, не понял, что вы делаете. Вот серьезно. Я не понял, что вы делаете. Кроме того, что вы платите за него долги по его же квартире, больше я не увидел, что вы что-то делали. Есть у вас по факту ситуация, в которой муж был добрым. Добрый муж – это, я даже не знаю, это муж, который делает все, что нужно, который выполняет свои функции. Может быть, любимый муж, может быть, надежный муж, хороший муж, но не добрый. То есть, добрый муж – это вообще что-то такое непонятное, странное. Ведь добрый можно расценивать как удобный. Он был удобным мужем, можно сказать. Но ведь удобный муж – это не значит счастливый. Вопрос в том, интересовались ли вы его счастливы. Помимо того, что он был добрым, и помимо того, что вы платили за него. Ну, или платите, я не очень понял этот момент. Вот. Как он мог уйти куда-то, если это его квартира? Куда он мог уйти? Непонятно. Дальше. Его позиция в том, что его оскорбляют. Тут тоже интересная, на мой взгляд, деталь. Я уверен, что он говорит другое. Он думает другое, он считает по-другому. Он считает, что его оскорбляют не то, что дети хотят есть. Кстати, интересно, что вы говорите о детях. Вы не говорите о себе. О том, чего дети хотят, да, вы говорите, а о том, чего вы нет. И отсюда возникает такое, может быть, подозрение, подозрение, пока всего лишь подозрение, что, может быть, вы все время прикрываетесь детьми, как аргумент. Но тут, понимаете, да, тут непонятно. У него есть претензия. Ему что-то не нравится, его что-то не устраивает. Это откровенно, это видит. Вопрос в том, готовы ли вы его слышать, что ему что-то не нравится. Готовы ли вы в себе что-то менять, потому что очевидно, что ваша вот позиция, да, согласна Копорой, вы за него платите долги и помогаете. Но не работает. Я не знаю, может быть, мужчина не чувствует себя мужчиной с вами, может быть, мужчине что-то еще не нравится, может быть, есть какие-то еще моменты, о которых вы здесь, скорее всего, не говорите. Но то, что вы делаете, не имеет смысла. Не имеет смысла. И никакого, да. То, что вы делаете, не имеет смысла. Тут я отвечаю на ваш вопрос совершенно точно. И чтобы понять, что произошло, знаете, мало просто вот ну, перестать вести себя так, как вы себя вели. Мало. Нужно понять, что случилось. Нужно понять, почему это случилось. Понимаете, какая штука. Нужно понять, из-за чего это все случилось. с какого момента, например, мужчина стал вот так себя вести. С какого момента? Почему он внезапно вдруг перестал быть добрым для вас? То, что вы не знаете, почему он стал другим, то, что вы не знаете, почему он ушел, это очень печально. потому что это говорит о том, что вы его не знаете, вы его не чувствуете, у вас как-то вот, ну, довольно много всего завязано на какой-то, может быть, ну, может быть, материальной взаимопомощи, если вот, если так можно сказать. Да? Хорошо это или плохо? Ну вот, в вашем случае, как видите, это далеко не самый лучший расклад. К сожалению. Понимаете? Ну вот, как видите, да? Как видите, в вашем случае, это далеко не самый лучший расклад, на самом деле. Хорошо ли это? Да, на самом деле, знаете, кому-то это подходит. Да? Кому-то. А кому-то, вот, например, как вашему мужу, это, видимо, нет, видимо, это не подходит. вопрос в том, будете ли вы делать что-то с этим, понимаете? Вы говорите, что я надеялась, значит, так, я надеялась, что мое доброе отношение пересилит его махровый эгоист. я, конечно, не знаю, но на мой взгляд, на мой взгляд, ваше доброе отношение к нему как раз-таки и и и и породило его махровый эгоизм. Такой вот парадокс. потому что ну опять же вы мало информации достаточно предоставляете о себе. То есть анализ ваших отношений, генезис развития ваших отношений не ясно абсолютно. и здесь как бы непонятно. Понимаете? Какая штука. был ли он эгоистом раньше? Или не был он эгоистом раньше? Если был эгоистом раньше, то, соответственно, как, зачем, эгоистом, почему вы мирились с этим? с этим? Если он эгоистом стал, ну, я полагаю, что у него для этого, наверное, есть причины какие-то. и преди, чем говорить о том вообще, ну, что делать дальше, да, преди, чем говорить об этом, я думаю, что имеет смысл сперва выяснить причины, а потом разговаривать обо всем. так что, да, вам нужно меняться, вам нужно менять свое поведение, вам нужно менять свое отношение, вот, безусловно, безусловно, тот факт, что дети хотят кушать, это, безусловно, очень важно. Но и для него, для мужчины важно понимать, что то, что вы делаете, это все, это для как бы, ну, детей. Это все не для мужа. Это все вынуденно. С одной стороны, и с другой стороны, нельзя прикрываться детьми. Принцип. Ибо в этом нет ничего хорошего. дети, выступающие как аргумент, наделяются довольно сильными негативными переживаниями, которые впоследствии приводят к ряду серьезных, сложных, тяжелых проблем. именно у детей такая история. Вот. Я думаю, так, можно вам ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что это было вам полезно. Немного странный, конечно, вопрос, но тем не менее, какое действие. Я надеюсь, что вы сделаете выводы, и соответственно, сделав выводы, вы уже либо обратитесь к психологу, ну, более приватно, да, более конкретно, чтобы мы помогли либо сделав какие-то выводы, вы подкорректируете свое поведение и либо будете с этим мужчиной, либо пойдете дальше каждый своим путем, своей дорогой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 удачи.